Это Диего, я вам кот. Мы с ним живем в этом чулане и паяем всякое старье. А это компьютер Quorum 128, разработанный одноименной екатеринбуржской фирмой в начале 90-х. У него пленочная клавиатура, ну то есть там внутри одна на другой лежат две пленки с контактами, и нажатием на каждую кнопку замыкает пленки в определенной точке, формируя матрицу, которую компьютер опрашивает программно. И лет 20 назад от частой разборки, ну вы понимаете, когда тебе 15 лет, ты разбираешь все, до чего можешь дотянуться, и иногда даже можешь собрать обратно. В общем, от частой разборки тут накрылись разъемы клавиатуры, в которые вставляется эта самая пленка. Лет 15 назад я решил, что я программист и починю, поэтому выпаял разъемы, впаял на их место штыровые контакты, наколхозил какие-то пленочные зажимы, которые, к счастью, не сохранились, поэтому я могу их не показывать. Ну и в результате этих экспериментов убил еще и пленку. Попытки восстановить ее контакт-алон привели вот к таким вот результатам, поэтому компьютер, у которого теперь уже не было ни разъемов клавиатуры, ни самой клавиатуры, я убрал на пол. Но недавно подумал, что глупо, чтобы такая мощь несколько килофлопов просто так пылилась. Тем более, что у Кворума есть разъемы и под Кемстон, и под Синклер джойстики, а значит его вполне можно использовать для игр даже и без клавиатуры. Однако жлот с кавычками набирать как-то надо. Поэтому я решил сделать миниатюрную клавиатуру, повторяющую разводку кнопок Кворума. Только не пленочную, а жесткую, из текстолита. Вдохновение пришло после взгляда на Carabas Nano, миниатюрный спектрум-клон на программируемой логике, который имеет размеры всего 10х10 см, но при этом содержит на плате 40-кнопочную клавиатуру. 10х10 см это предельный размер платы, которую можно очень бюджетно произвести в Китае на разных сервисах типа PCBWay, поэтому и нам бы хорошо вписаться в этот размер. Однако ж у Кворума клавиатура расширенная, и кнопок там внезапно 88. В общем, в 10 см ширины уложиться, понятное дело, было невозможно, и вместо того, чтобы сделать очевидное и разумное, придушить жабу и доплатить несколько баксов, я встал на скользкую дорожку, ведущую к Попадалову. Да, занялся Краиловым, причем в буквальном смысле. Порезал плату на части, которую умял на поле 10х10, и отправил в производство. GLX PCB, если интересно. 2 бакса включают доставку за 5 плат. В итоге тут у нас основная часть клавиатуры, цифровой блок и два соединителя переходника. Один под Кворум 128, а второй для прародителя идеи, Карабаса Nano. Вдруг когда-нибудь захочу подключить. Потом планировалось напилить эту большую плату на 4 куска дремелем, и спаять вместе через специально для этого предназначенные отверстия. Реальность оказалась сурова, места было мало, дорожки проложены близко к линиям отреза, и дремелем они благополучно разорвались. Ручным лобзиком получилось лучше, хотя дорожкам все равно досталось. Ну что, будем собирать? Вот я уже спаял вместе 2 платы, и убил на это добрый час. Еще я тут запаял ответные части для штыревых разъемов, и спаял основной блок клавиатуры соединительной платой. Сейчас нам предстоит делать то же самое с цифровым блоком. Для соединения будем использовать провод из витой пары Ethernet. Первую половину я спаял, нарезая провод на кусочки и запаивая каждое отверстие отдельно. И это вообще неэффективно и медленно. Поэтому сейчас сперва прошьем платы проводом, как ниткой, потом запаяем, а потом откусим лишнее. Ну вот, кажется, готово. Проверим, нет ли замыканий. Упс, есть. Но где? Кажется, в пространстве между платами. Попробуем нафигачить туда флюсы и пропаять, вдруг поможет. Вообще, это замыкание появилось из-за того, что я забыл покрыть паяльной маской эти пятаки отверстий, которые оказались внутри нашего бутерброда из плат. В результате к ним пристает олово, и закорачиваются они только в путь, расстояние-то между ними всего 1,27 мм. Готово. Все, ребят, мы в самоизоляции. Можно, наконец, и кнопки запаивать. Принцип тут обычный. Делаем паяльником оловянный бугорок на одной из четырех точек крепления, и припаиваем первую ножку, придерживая кнопку пинцетом. Ну или не пинцетом. Кнопка фиксируется, и остальные ноги припаять уже не составляет труда. Итак, 88 раз. 350 вверх точек крепления. 60 вверх точек крепления. Субтитры сделал DimaTorzok Можно подключаться, но сначала надо убрать с платы все лишнее. Во-первых, у нас тут уйма лишнего МГТФ, которым я подключал когда-то полкодер для теста. Во-вторых, еще есть проводки, которыми я когда-то что-то не умело чинил. Проверим и перепаяем на частоте их. Ну и пришло время еще для одной вещи, которую я хочу сделать 20 лет. У меня на процессор почему-то приклеен радиатор. Наклей момент. Вообще, старожилы, конечно, рассказывают, что 90-е были жаркими. Но я чё-то не думал, что они это настолько буквально. Давайте уберем этот артефакт. Фен доставать лень, посмотрим справится ли турбозажигалка. Та-дам! Гештальт закрыт. Самое время заработать новый комплекс неполноценностей. Для этого подключим нашу клаву. Мы же не верим, что она сразу заработает, правда? Ну и конечно, она не заработала. Во-первых, не работает ни одна кнопка, кроме стандарта X40, кнопок ZX Spectrum. Во-вторых, даже среди них не работает два полуряда. То, что не работает вообще ни одна расширенная кнопка, говорит о неисправности в самом компьютере. Потому что линии адреса то у них те же, что и у основных кнопок. А вот линии данных свои. Но их шесть. Вероятность того, что эти шесть линий, и только они, оказались в обрыве у нас на нашей мини-плате, нулевая. Так что смотрим схему кворума. Как видим, у нас есть пара регистров, отвечающих один за основной, а второй за расширенные блоки клавиш. Сигнал RDKD подключает регистр расширенной клавы к шине данных. Наверняка в обрыве именно он. Ну да, так и есть. Восстановим дорожку, чем попало. И пойдем смотреть, что у нас там с полурядами. На плате компьютера все хорошо, сигналы проходят. Значит проблема в нас. И действительно, два крайних контакта разъема клавиатуры, а именно адресные линии А15 и А9, не звонятся с остальной платой. Походу я их перепилил лобзиком, когда выпиливал плату. Восстанавливаем понятно чем, МГТФом. Проверять работоспособность будем штатным тестом клавиатуры для кворума. К сожалению, у меня нет кассеты из комплекта, поэтому придется лезть на антресоли еще раз, за дисководом. Там помнится, на системной дискете тоже был записан этот тест. Заодно проверим, заведется ли вообще комп с дисководом спустя столько лет. Не обращайте внимания на срыв синхронизации, с ней потом когда-нибудь разберемся. Главное, что дискета грузится. Вот он тест. Ну что, поехали. Отлично, все кнопки работают. Кажется у нас получилось. Хотя знаете, чего еще не хватает? Вот этот промежуток между кнопками F5 и G режимом курсора, он же здесь неспроста. Его ширина специально выбрана такой. Туда, с щедрыми советскими допусками, идеально влезает наклейка от жвачки. И думаю, нам не стоит придавать традицию. Тем более, что у меня есть новенькая наклейка от жвачки турбо. Вот только наша клава сама размером с эту наклейку. Так что вырежем один только логотипчик и наклеим его. Вот, вот теперь проект по-настоящему завершен. Получившуюся клавиатуру можно подключить к любому спектруму. Но конечно, ее расширенная часть будет работать только на кворумах и магиках. Короче ребята, главный вывод из этого видео, это если вы делаете плату, который потом собираетесь пилить лобзиком, не делайте дорожек вплотную к месту будущего пропила. Добром это не кончится. Все кикадовские исходники выложены на гитхаб, ссылка в описании. Я там поправил маску для отверстий, поэтому таких слепых залипонов, как у меня, быть не должно. Лайк за кота, подписка, пока. Субтитры сделал DimaTorzok